Глубоко уважаемые коллеги, уважаемый президиум, во время работы с пациентами высокого риска у нас часто возникают проблемы, связанные с нарушением гемодинамики, с декомпенсацией сердечной недостаточности, которая может возникать как во время оперативного вмешательства, так и в переоперационном периоде. И эти варианты декомпенсации ХСН, они, в общем-то, хорошо достаточно описаны в руководствах американских и европейских по ведению сердечной недостаточности, как хронической, так и острой. Но я бы хотел вашего внимания обратить, прежде всего, на самое первое издание руководства по ведению пациентов в сердечной недостаточности, которое было выпущено в 2005 году. Оно с точки зрения патофизиологических и, скажем так, анестезиологических подходов наиболее понятно к нам для применения, потому что отражает основные моменты, связанные с инвазивной гемодинамикой и параметрическими методами оценки гемодинамики. Напомню, что эта классификация разделяет шесть вариантов острой сердечной недостаточности или декомпенсации хронической сердечной недостаточности. И вся эта классификация, она, в общем-то, зиждется на одной основной глобальной классификации, которая была выработана достаточно давно профессором Форестером в 1977 году после серии изучений плавающего катетера Сванганца. Я напомню вам про эту классификацию. Профессор Форестер разделил всех пациентов на две категории по двум критериям. По сердечному индексу они ограничили значение сердечного индекса как 2,2 литра в минуту на метр квадратный пограничное и давление преднагрузки на левое предсердие 18 мм тутного столба. Таким образом, сформировалось четыре гемодинамические группы. Первая гемодинамическая группа отражает определенную норму. Вторая гемодинамическая группа – это хроническая сердечная недостаточность с возможными какими-то поражениями артального клапана. Третья гемодинамическая группа – гиповолимические состояния. Четвертая гемодинамическая группа – это декомпенсация хронической сердечной недостаточности, синдром малого выброса, кардиогенный шок. В оценке пациентов с хронической сердечной недостаточностью в дооперационном периоде, конечно же, мы огромное значение уделяем оценке фракции выброса. Также эта методология позволяет нам оценить предварительно и ударный объем, и также позволяет оценить конечный диастолический объем левого желудочка до операции, как такой интегральный маркер возможности преднагрузки левого желудочка. Ударный объем мы достаточно хорошо можем оценивать с помощью эхокардиографии методом доплера, когда мы устанавливаем плюсовой доплер, выносящий тракт левого желудочка, и оцениваем поток. И путем несложных математических вычислений, сравнивая с размером выносящего тракта левого желудочка, мы можем рассчитать ударный объем, который сердце подает из левого желудочка в аорту. На данном слайде пример 2012 года из неонатальной практики, но и выполненный исключительно для того, чтобы продемонстрировать высокочувствительность этого метода, когда у ребенка весом 650 грамм, достаточно просто было диагностировать, что у него ударный объем составляет 1 мл с последующими расчетами в виде сердечного индекса 1 литр в минуту на метр квадратный. Вторая часть оценки гемодинамики у пациентов с сердечной недостаточностью – это, конечно, решение вопроса о преднагрузке. Здесь я бы хотел обратить внимание, что в стандартной ситуации мы используем катетер сфанганца, оценки давления в левом предсердии. В обычной хирургии, в обычной жизни приведения пациентов в хроническую сердечную недостаточность у нас такой возможности нет, поэтому у нас есть, опять же, эхокардиография, на которую можно ориентироваться следующим образом. Напомню, что давление преднагрузки в левом предсердии при симультанной записи с давлением в левом желудочке прописывает нам пики А, Ц, В. Пик А – это поздняя диастола, повышение давления в ответ на сократимость левого предсердия. И пик В – это пик, отражающий спонтанное наполнение кровью левого желудочка. И нужно сказать, что по факту-то, конечно, диастолическое давление в левом желудочке или давление преднагрузки на левый желудочек по факту соответствует пику значения пика А в конце диастолы. Этому же пику соответствует пик А при оценке трансметрального потока. Когда мы с помощью пульсового доплера оцениваем трансметральный поток, мы видим пик ранней диастолы И и пик поздней диастолы А, соответствующий систолы предсердии. И можем оценивать предварительно, какая может быть преднагрузка у левого желудочка. И здесь идеология следующая в том, что трансметральный поток, оценивая по доплеру, мы оцениваем как поток скоростной. Это относительный показатель, который показывает нам, с какой скоростью движется кровь с одной камеры в другую. И чем больше градиент между одной камерой и другой, тем, соответственно, больше эти скорости. Так, например, при недогруженном левом желудочке или пустом, при гиповолимическом состоянии, пик А будет достаточно высокий, он будет превышать значение пика А. И наоборот, при перегруженном левом желудочке, при систолической дисфункции, как правильно, пик А наиболее стремится к изолинии и их соотношение существенно меняется. При симультанной записи трансметрального потока в доплеровском режиме выглядит следующим образом. При давлении в левом желудочке и давлении в левом предсердике, как вы видите, пик В соответствует пику И на трансметральном потоке, и пик А соответствует пику А на трансметральном потоке. Существуют достаточно чёткие критерии диастолической дисфункции миокарда левого желудочка у взрослых, которые описывают несколько вариантов этой диастолической дисфункции. Крайняя форма, так называемый рестриктивный паттерн, представлен на слайде, когда мы можем говорить о том, что у пациента крайний вариант диастолической дисфункции, сопровождающийся высоким давлением наполнения левого желудочка. Такая же концепция может быть применена и у новорождённых, есть соответствующие критерии, очень похожие на взрослых, немножечко отличающиеся. Также методология эхокардиографии нам позволяет оценивать непосредственно давление в левом предсердии путём выяснения взаимоотношений между пиковой скоростью трансметрального потока пика И и при исследовании движения скорости кольца метрального клапана, так называемый пик И-штрих. Соответственно, вот по этой формуле мы можем рассчитать давление в левом предсердии и иметь определённое представление о преднагрузке на левое предсердие. Вот примеры регистрации скорости давления септальной части кольца метрального клапана. Тогда мы в тканевом доплере устанавливаем контрольный объём на септальную часть кольца метрального клапана и получаем вот такую кривую. И здесь я бы хотел акцентировать внимание, анатомия кривой следующая. Положительный пик – это пик С, соответствующий систол левого желудочка. Первый отрицательный пик И-штрих соответствует ранней диастолы пику И при оценке трансметрального потока за то исключительную разницу, что это движение стенки миокарда. И пик А – это пик, который соответствует движению миокарда во время систолы предсердий. Таким образом, три пика, и нам для расчёта давления в левом предсердии нужен пик И-штрих, и, соответственно, мы получаем это значение очень легко. С точки зрения гемодинамической классификации острой сердечной недостаточности или декомпенсации хронической сердечной недостаточности, я бы хотел привести несколько примеров. Ну, как выглядит норма, примерно все представляют. Мы начнём с хронической сердечной недостаточности и с нормальным выбросом. Выглядит это примерно таким образом, когда мы видим систолическую дисфункцию левого желудочка. Мы видим достаточно неплохой интегральный поток скорости в выносящем тракте левого желудочка. В норме мы оцениваем как более-менее нормальный, начиная от 12-14. Это хороший показатель, когда можно с большой вероятностью говорить о том, что ударный объём у пациента будет весьма приличный. Также нам, конечно, огромное значение даёт значение КДО. Мы видим, что очень полезно изучать конечный диастолический объём левого желудочка до операции, чтобы впоследствии оценивать, скажем так, непараметрический преднагрузку на левый желудочек. Ну и, конечно же, расчёт диаметра выносящего тракта левого желудочка нам позволяет точно рассчитать ударный объём. Трансметральный поток у этого пациента при хронической сердечной недостаточке, как и ожидалось, выглядит рестриктивно, достаточно высокий пик И со значением 121 см в секунду и весьма неплохие значения пика И штрих при тканевом доплере. При расчёте гемодинамических показателей получается, что у пациента ударный объём 60 мл, сердечный индекс и, конечно, диастолическое давление левого желудочка весьма в пограничных пределах. Обращаем внимание, что соотношение пика ИА больше 2, и такой пациент, конечно, будет больше всего бояться перегрузки жидкостью. Вот пациент, так скажем, с выраженными проявлениями кардиогенного шока. Мы видим, что у пациента интегральная скорость в выносящем тракте левого желудочка очень низкая, низкая фракция выброса, нормальный конечный диастолический объём, обычные значения диаметра выносящего тракта левого желудочка. Мы видим, что у него сугубо рестриктивный трансметральный паттерн потока, очень снижен и штрих при оценке тканевого доплера. Соответственно, мы можем легко рассчитать гемодинамический паттерн этого пациента. Другой вариант – это относительно гиповолимическое состояние. Вот ролик быстро закончился, было видно хорошо сокращающийся пустой, уже понятно, что это пустой левый желудочек или левый желудочек недогруженный. При всём при том, что мы видим у него достаточно хорошую интегральную скорость потока, но обращает внимание маленькое значение конечного диастолического объёма, и это сразу такой пример, звоночек о том, что левый желудочек, скорее всего, недогружен. Всегда, когда мы видим КДО меньше, чем 80 мл, это настораживает в контексте, где объём жидкости у больного. И, соответственно, маленькие размеры левого желудочка ведут за собой уменьшение диаметра выносящего тракта левого желудочка. Трансметральный поток, обратите внимание, пик И почти равен пику А, левый желудочек недогружен, замечательные показатели движения цептальной створки метрального клапана, ну и, соответственно, рассчитанная гемодинамика по этим параметрам. И другой вариант, самая благодарная такая часть пациентов, если пациент с хронической сердечной недостаточностью, хорошо высушенный, скажем так, кардиологами, мы видим хорошо сокращающийся левый желудочек, хороший ударный объём, хороший интегральный поток в большой круг кровообращения фракса выброса, КДО-86. И обратите внимание на трансметральный поток, когда пик А намного выше, чем пик И, замечательные значения пика И штрих, соответственно, рассчитанная гемодинамика. И вот по этим показателям, особенно по взаимоотношению пика И к пику А, вот отношение, что пик А достаточно высокий относительно пика И, мы можем говорить, что этот пациент однозначно ответит гипотензии на индукцию, например, в анестезию, но, с другой стороны, совершенно понятно, что с этим делать, и этот пациент хочет получить жидкости. И в контексте вот этой группы пациентов, которую мы расцениваем как гиповолимический шок, да, по нашим параметрам мы говорим, что левый желудочек недогружен, но в этой зоне гемодинамики находятся ещё два, две достаточно большие подводные части айсберга, которые называются лёгочная гипертензия и право-желудочковая недостаточность. Конечно же, их нужно своевременно вычислять, и я напомню, что существует пять вариантов лёгочной гипертензии для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Это вторая группа лёгочной гипертензии при заболеваниях левых отделов сердца. Существуют достаточно чёткие критерии, которые необходимо выполнять для того, чтобы дифференцировать одну лёгочную гипертензию, а другой – прекапиллярную, или посткапиллярную, или смешанный тип. Но у нас с помощью эхокардиографии всё это есть. Если у пациентов присутствует регургитация на трёхстворочном клапане, мы достаточно точно можем посчитать, какое у него давление в лёгочной артерии при отсутствии стеноза на лёгочной артерии. Но даже если нет такой регургитации, всегда ценочно можно выяснить, какое давление в лёгочной артерии путём оценки антиградного потока в выносящем тракте правого желудочка методом Махана или Кетобатаки. Есть совершенно замечательный инструмент, которым я пользуюсь очень часто. Это оценка лёгочного сосудистого сопротивления по АБАСу, когда мы можем рассчитать непосредственно индекс лёгочного сосудистого сопротивления, зная, какая пиковая скорость потока на трекуспидальной регургитации и интегральную скорость потока в выносящем тракте левого желудочка. Конечно, обилие формул расчёта гемодинамики – это достаточно трудоёмкая история, но для облегчения себе жизни мы написали небольшой калькулятор для андроида, вот он с левой стороны слайда представлен, и который на телефоне достаточно удобно заносить в параметры, он автоматически применяет все эти формулы и помогает нам в расчётах. Мы выложили его в RuStory, можно скачать по этой ссылке, абсолютно бесплатный. Он выглядит таким образом, позволяет рассчитать все основные гемодинамические параметры, основываясь на эходанных, которые вы можете получить, или, например, их внесёте из данных, полученных при эхокардиографическом исследовании, выполненном специалистом. Также основные концепции оценки гемодинамики мы изложили в своём металлическом пособии по оценке гемодинамики наушно-практический подход и особенности расчёта ударного объёма левого желудочка в одном из последних журналов вестника хирургии. Особенности взаимодействия и оценки преднагрузки левого желудочка при оценке с помощью катетеросфанганца, давлением в левом предсердии и, возможно, ошибки, недооценки или переоценки изложены в этом методическом руководстве и скачиваются из лайбрари в свободном доступе. Я бы хотел приступить к заключению. Хотел бы сказать, что возможные варианты гемодинамических нарушений можно прогнозировать до операции, целесообразно использовать эхокардиографию. Конечно, это очень здорово, когда анестезиолог сам может это делать. И все необходимые компоненты для представления точного гемодинамического профиля можно получить с помощью эхокардиографии. И, конечно, в данном докладе я не использовал другие методы оценки. В частности, самые важные – это клинический осмотр, анамнез, лабораторные данные. Безусловно, эти все методологии могут внести огромный вклад в дополнительный ввод или основной в прогнозирование введения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Спасибо большое за Ваше внимание.